Аплодисменты 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 Потом все-таки подошел Хазанов! Я говорю, нет, парень, ты обознался. Все, отойди. Он отошел, отошел и опять пошел. Он опять подходил. Новые русские бабки! Я говорю, парень, не уйди, не знаешь, не утомляйся. Отойди. опять ходил раздетая сердечко ну скажи я же знаю я вижу такое лицо знакомые ну ну скажи свои фамилии хотя бы я ну не знаешь что ты приставка но дай автограф ну я ему написал не знаю ну скажи что-нибудь ну хорошо ну знаешь и грузин есть грузина вас и доцент тупой вызывает доске рубашка миле горит зовут вас как а вас и он мне говорит кого я рыжь такого он спрашивает я рукава спрашивает грузина какого мы стали играть миниатюру просто по тексту она собственно так и рождалась эта миниатюра свитий ильченко здесь кстати в москве в гостинице пекин у нас был двойной номер и мы вот так вот текста не было у миши был текст только шапка и все и мы стали с ним не витя стал спрашивать кого что кого и пошла прошла пошла эта миниатюра я парень уйди я тебя прошу навсегда не знаешь отойди ну скажи что-нибудь вижу такое лицо знакомое ну хорошо знаешь и раки большие по 5 но очень большие но по 5 рублей но большой но по 5 маленький по 3 по 3 маленькие очень маленький не знает ну видимо он молодой уже 20 лет прошло как я впервые сыграл эти раки объявили посадку я сел самолет смотрю он тоже ходит в этом рейсе подходит ко мне и говорит слушать где ты видел раки по 5 по 3 рубля знаете самом деле смешно но с другой стороны приятно потому что в этом смысл нашей работы потому что ну я знаю масса артистов фамилии может быть их помнят но что они делали никто не помнит и никто не может назвать ничего тут все-таки уже 20 лет раки я впервые я не знаю а вас мы сделали в шестьдесят четвертом году это 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 сколько лет прошло посчитайте я пока подожду и какие-то вещи и помнят и ярко и сакси у него огромное количество вещей которые помнят и это вошло в народ это самое главное ради этого работаешь ну вот к счастью вот есть такой автор поэтому так оно и происходит но еще немножко артисты а так в общем то это это ну короче говоря я прилетел этим самолетом в одессу и меня никто не встретил группа не встретила киношная ну таксисты и знаю все давай я тебе подвезутся за пол цены эти отвезут не надо сейчас приедут 2 подошел говорит давай романа давай сколько дашь столько будет нашу ты это я опять короче не приехали меня сзади схватил один таксист отнес в сторону так я тебе везу бесплатно только ты будешь меня слушать слушать одесского таксиста это это симфония это они знают все даже то чего не нужно у меня повез во первых он повез мне показать не на счету где он родился роддом не показал вот здесь город я родился ты запомни дальше повезли где он где он школу пошел где он закончил где он женился дело развелся он не возил полтора часа мне экскурсию устроил и по дороге он маме позвонил мама знаешь кого я везу а твой любимчик раки по 8 по 5 оттуда слышу а он же еще живой мама ну вот и он стоит подвез меня к гостинице там я завтра еще приеду а тебя повожу не надо я завтра занят у меня съемки и он сказал тогда гениальную вещь он сказал знаешь у меня брат родной уехал лет 40 тому назад в америку а там живет вот так я эти годы живого так так из-за такого кусочка я должен уезжать понимаете так никто разговор не не никто не построить так фразу как это могут сделать в одессе причем это у них природное то они не придумывают он вот так он вдруг вот он сейчас у него вот так это выразилось потрясающе сказал это одесса одесса это уникальный город там два человека могут стоять разговаривать на улице третий незнакомый подойдет будет стоять часа два потом скажет ой не морочите голову и уйдет здесь поставили памятник жукову на коне на красной площади бы стояла группа одесситов какой-то репортер подошел к старушке играет как вам памятник потрясающе я вообще люблю лошадей вот так причем она же не пошутила поверьте мне одесситы не шутят никогда это образ жизни такой они так у них так получается я никогда просто так не шучу я вот вам рассказываю то что я сам слышал своими ушами вот вы смеетесь они они абсолютные мы мы как-то свете сыграли в одессе у нас был потрясающий номер может следующий раз вам покажу одесская свадьба на 170 человек и мы сыграли в гробовой тишине в одессе только чтобы играли вниз в рязани там хохотали умирали в одессе гробовая тишина и папа мой был я спросил папа что такое почему они не смеются вот а что вы все правильно говорите что за спать понимаете